Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Понедельник, 24 апреля, на часах 11.06. Это мужской понедельник на 101.0. Вас приветствует ведущая программа Николай Голиков и Владимир Сметанин. Слушайте, ну вдуматься только. 24 апреля. Неделя лишь, всего лишь неделя остается до 1 мая. Я вот смотрю как раз в опты не видишь. Я смотрю как раз как-то не верится. Как не соотносится на 1 мая. Вспоминается пионерское детство. 22 апреля, день рождения Ленина. Рубашечка, галстучка к памятнику. Вокруг уже деревья так зеленеют. Вот такое ощущение с другой жизнью. Ах, зима, зима. Как она не собирается покидать. Но, Володь, сегодня солнышко вышло уже весеннее и потеплее. Но если говорить о прогнозе погоды на эту неделю, то в середине у нас ожидается плюс 15. К концу уже плюс 16. Плюс 16. Но все-таки не обойдется без дождиков. И мы ведь привыкли, что каждый год к 1 мая областной центр должен преобразиться. Почистить перышки, осушить лужи и так далее. Успеем ли мы это все сделать за неделю? Ну, тут вопрос еще не только к нам. Еще, вот опять же, давай про солнце. К небесной канцелярии? Да, к небесной канцелярии. Если она от нашего города не отвернется, то, может, успеем. Вот так незамысловатый, так нехитрый. Мы приоткрыли завесу второго часа. Да, мы вам предложим обсудить этот вопрос. Вот неделя до 1 мая. С чего начать и что нужно сделать? Что нужно сделать? Глядя на всю эту красоту снежную. Может, вызвать кого-нибудь? Волшебников каких-нибудь? Или еще какие-то предпринять? Вы, кстати, сможете высказаться по этой теме в втором части с 12.05. Номер телефона 211-101. Но, вне всякого сомнения, теплое время года наступит. Все равно. И будет солнце, и будет тепло, и будет жара. Будет лето обязательно. Да, и на наших улицах, на улицах нашего города будут традиционно присутствовать торговцы. Ну, садово-огородный сезон начнется, свежие овощи, сгрядки, лучок и так далее. В некоторых регионах начнется раньше, появятся южные фрукты красивые такие все это, да. И все это мы будем, безусловно, покупать. И о том, как это все будет работать, произнесем ключевое слово, ярмарочная торговля. Ну, и вообще уличная торговля, ярмарки и вообще уличная торговля. В этом году и в наступающем теплом сезоне мы будем в первом части говорить с нашим гостем. Это Александр Сидельников, начальник управления развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова. Александр Алексеевич, добрый день. Добрый день. Вы тоже скучаете по-настоящей весне? Ну, конечно. Все, но никак не придет. Ну, что касается ярмарок, известно, что график он заранее составляется, да, когда, где ярмарка будет проходить. Я могу сразу же подсказать. На сайте администрации городской в разделе малыйбизнес.адмкиров.ру есть как раз таки вот список всех ярмарок, которые будут проходить. График проведения. В этом году и ближайшая ярмарка, я смотрю, будет в ближайшую субботу на Театральной площади. Да. Называется она торговая ярмарка весеннее. Тоже как-то созвучно. Но в следующие субботы все-таки весна уже будет, мы только что об этом сказали. Мы сегодня в ходе эфира хотим поговорить о том, как, где будут организовываться ярмарки, какие требования к продавцам, как они контролируются, как затем будет организовываться уличная торговля вот эти. Будет ли она стихийная, не будет она стихийная. Или где появятся специально отведенные для этих места, ну как мы привыкли говорить, бабушки у нас, да, в основном выходят. Нет, ну у нас ведь на улице торгуют не только бабушки, я уже говорю, торгуют и те же люди, которые арбузы к нам привозят. Ну это ближе, это ближе все-таки. Ну знаешь, у нас арбузы сейчас довольно рано привозить, сейчас технологии ушли далеко. Да, никто осени не ждет. Кстати, опрос, давайте его озвучим. Опрос крайне простой. Покупки на ярмарках в Кирове я делаю. И три варианта ответа. Часто, редко, и третий вариант ответа никогда. Голосовать можете по традиции и на нашем сайте, эхакирова.ру, и на нашей странице ВКонтакте. Что касается предварительных итогов голосования, то на странице ВКонтакте почти 70% говорят, что никогда там ничего не покупаем. 70% учтите. И этот же вариант ответа, но процент чуть поменьше, лидирует на сайте эхакирова.ру, 55%. 45% говорят, что покупают редко, но все-таки покупают. Все-таки бывают, да. Александр Алексеевич, оцените востребованность ярмарок у жителей нашего города. Ведь если они проводятся довольно-то часто, регулярно, можно сделать вывод, что неспроста люди идут и покупают, считают нужным. Или наоборот не идут и покупают. Что с этой активностью покупателей на ярмарках? Давайте сначала разграничим понятие уличной торговли вообще. Или торговли в нестационарных магазинах. Все-таки в моем управлении есть отдел потребительского рынка. И наша основная задача все-таки регламентировать, упорядочить торговлю, чтобы она была комфортна для жителей. Любой житель города или гость нашего города мог купить любой продукт, в том числе, который вы сказали, там бахчевые, различные вещи. И не сомневался в качестве его продукции. Вы сказали упорядочить. То есть такое ощущение, что желающих выбежать, вот скорее начать торговать, прям много. Сезон начнется, думаю. Но надо это все-таки как-то в систему какую-то, да? Ваша задача организовать. Ну согласен. Все-таки слово упорядочить, то есть делать четкие и понятные правила. Давайте сразу. Есть торговля в стационарных помещениях. Мы о ней сейчас не говорим. Не будем о ней. Да, мы начнем, наверное, с первой наиболее такой интересной темы. С 1 мая у нас начинается сезонная торговля. И немножечко, что такое сезонная торговля мелкорозничная. Это разновидность розничной торговли, только с некими ограничениями. То есть это некий оговоренный, суженный ассортимент и посредством различных передвижных средств. Это торговые тележки, палатки, автофургоны. Ну, кстати, летнее кафе тоже является торговыми объектами сезонного использования. Поэтому в Кирове всегда в преддверии весны, как я уже говорил, что с 1 мая у нас по 30 сентября объявляется сезонная торговля, всегда существовала проблема. Именно на одно торговое место, естественно, в проходное место, где наибольший трафик горожан, заявлялось до 10 желающих торговать. А каким образом заявка происходит? До 2015 года они писали в терру управления, мы хотим здесь торговать непосредственно в каком-то месте. И принималось решение, либо там они договаривались, ну, как, например, с елочными базарами. То есть там всем нужно именно на проходных местах. То есть сейчас с 2015 года, мы проанализировав ситуацию, исследовав наиболее востребованные места, создали схему размещения нестационарной сезонной торговли. По аналоге нестационарных объектов просто, киосков и павильонов. Мы именно прописали все востребованные места, на которые были заявки, и в схему вошли у нас порядка 86 мест. Это по Кирову, по городу? Это по городу Кирову. Довольно немало. Поэтому... Приняли схему, и с 15 января по 1 марта в соответствующее территориальное управление любой предприниматель может написать заявление именно на то место, которое предусмотрено схемой. Потом готовится техзадание, и в результате открытого аукциона предприниматель выигрывает это место и торгует с, как я уже говорю, с 1 мая по 30 сентября. Или не выигрывает. А там аукцион, там какой параметр оценивается? Сколько он готов заплатить за это место? Да, только цена за место. Ну вот могу сказать, что на 2017 год у нас отыграно договоров на право размещения. Это договор на право размещения, не аренды. 66 мест. Это 54 по продаже мороженого безалкогольных напитков, кваса. 8 по продаже сувенирной продукции. И 4 места под летнее кафе. По сравнению с другими годами это больше, меньше? Или цифры примерно одинаковые? Цифры примерно одинаковые. Могу сказать, что есть предприниматели, которые из года в год заявляются на одно и то же место, например, по продаже мороженого. Нашего хладокомбината, например. Есть, конечно... Бизнес не стоит на месте. Кому-то интересно поторговать на улице. Поэтому могу сказать, что места в этой схеме, как правило, это наши центральные улицы, крупные городские парки, ну и район вокзалов. Вот это востребованное. А можете озвучить суммы, которые предприниматели платят за использование этих мест? И как эти суммы формируются? Тут даже, может быть, интереснее, если там аукцион, насколько может подняться. Есть какая-то изначальная цена, наверное, да? Ну, естественно, есть начальная цена аукциона. Аукцион позволяет пополнить городской бюджет какими-то лишними, не лишними, в смысле, а дополнительными средствами. Ну, на порядок цифр хотелось бы просто представить. У нас методика определения начальной цены аукциона, она едина. Это где-то 300 рублей квадратный метр. Ну, и дальше идут повышающие, понижающие коэффициенты. По аналогии киосков и павильонок. Здесь это центр города. Ведь наша все-таки задача сделать равномерной торговлей. То есть именно шаговая доступность, чтобы в любом районе, в том числе и в развивающихся, в строящихся, наши горожане могли бы получить услуги торговли. Получается такую работу проводить? Вот именно коэффициентами мы пытаемся его регулировать. Коэффициенты именно для этого не назначены. То есть в районах это может быть подешевле, да? Да, конечно. А в центре там уже выкладывают? Потому что у нас в центре превышение обеспеченности торговыми площадями стационарных объектов иногда превышает 20 раз. От заявленных стандартных субъектов нам дает такой коэффициент. А, это исследование, по-моему, в прошлом или позапрошлом году проводилось? Да, да. Мы сейчас тоже будем актуализировать эти исследования, потому что там коэффициенты меняются. И впервые законодатель уже официально прописывает обеспеченность нестационарными торговыми объектами. Раньше этого не было. Вот вы говорите, это мороженое, это сувениры, это напитки. Проклонительные. Да, кафе летние. А вот эти вот овощные, фруктовые, это развалы, они у нас как-то планируются? Да, у нас также в нестационарную торговлю входят елочные базары и бакчевые развалы. У нас мы тоже запросили с терроруправлений востребованные места. И это как раз, скажем так, район Дамбы, улица Проезжая. В прошлом году он, кстати, функционировал Держинского, 77, это на выезде из города, на Держинского. И, по-моему, в Ленинском районе это конец улицы Московской. Вот три такие места. А Победиловский тракт не входит? Значит, противозаконно там ежегодно эти все развалы появляются. На Советском постоянно сидят торгуют каждый год. Это отдельная, конечно, тема, борьба с незаконными продавцами бакчевых культур. Там ведь есть какой-нибудь нюанс. Например, Советский тракт — это федеральная трасса, это не муниципальная земля. К нам обращались часто, там, и нестационарные торговые объекты поставить. Мы, к сожалению, не имеем к этому никаких отношений. Поэтому есть нюансы. Так, давайте сейчас сделаем небольшую паузу, буквально половинка минуты и продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Уличная и нестационарная торговля, ярмарки, их организация в наступающем сезоне. С 1 мая у нас как раз таки, да? С 1 мая, да, по 30 сентября. По 30 сентября. На улицах будет разрешено торговать. Александр Сидельников у нас в студии, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации нашего города. Так, поподробнее еще бы хотелось. Аукцион прошел. Какие требования предъявляются к предпринимателям, которые победили на этом аукционе? Чтобы победить, требования предъявляются до аукциона все-таки. Я так полагаю. Каким критериям должен соответствовать? Ну, если мы говорим про сезонную торговлю, нами прописана специализация, допустим, место для продажи мороженого. Именно место. И он должен соответствовать этому в течение всего сезона, да? Да, да. То есть специализация обязательна. Здесь мы немножко контролируем, чтобы не было у нас другого вида продукции. Она в законе о торговле, кстати, есть запрещенные виды. Как на ярмарке, например, косметическо-парфюмерном нельзя на улицах торговать. Ну, и еще есть ряд. Требования у нас, они в принципе едины. Мы всегда требуем, чтобы вот если для сезонной торговли у нас было некое оборудование для выкладки товара. Также благоустройство прилегающей территории, где он торгует, обязательно должно быть ценник, вывеска. Вот многие предприниматели, я удивляюсь, не всегда это соблюдают, что на ярмарках, что на сезонной торговле. Ты, пожалуйста, скажи, кто ты такой? ИП, чем торгуешь, качество продукции. Я у тебя купил, мне понравилось, я к тебе вернусь. А это в каком виде может быть? Именно вывеска, ценник, бейдж. Бейдж. А вывеска может быть, не знаю, любой лист бумаги, на котором написано? Ну, вот здесь вот слово «любой лист бумаги» мы все-таки требуем, чтобы у нас была цивилизованная торговля. На картонке написано что-то. Не надо, вот этого не надо. То есть сейчас это все недорого, различная баннерная продукция. То есть сделайте цивилизованной, красивой. То есть вы за то, чтобы действительно это, не то чтобы сияло, но хотя бы не отталкивало взгляд. Конечно. У нас нет жестких требований. Прокуратура нас иногда поправляет, как с нестационарными торговыми объектами, что мы не должны диктовать. У нас есть одно требование. Современное и красивое. Вывеска, бейдж. Расскажи о себе, ассортимент продукции. И покупатель к тебе вернется. Ну, у нас почему-то старают это игнорировать. Вот особенно бахчевые развалы. Вот в прошлом году. Мы каждую неделю ездили. И предпринимателям, которые сказали, ценничек выставь, бейдж и униформу. Это как основные требования. И, пожалуйста, товары транспортные, накладные. Это я дальше продолжаю. И документы на качество продукции. Вот это обязательно. Чтобы я мог у тебя потребовать и спросить, что у тебя продукция качественная. Я не боюсь. И безопасная. И безопасная. Но это, мне кажется, требование вообще к торговле, к любой. Потому что по безопасности с продукцией, по всему, это нужно не требовать. Да. И есть нюанс. Там стационарной торговли, которую наши контролирующие органы отслеживают. И они знают. Они современно. И вот как раз, скажем так, сезонная торговля, временная торговля. Ведь ярмарки, это тоже временная торговля. И не стационарные торговые объекты. Это в законе прописано. Вот здесь начинают этим, скажем так, пренебрегать. Пренебрегать. Нам приходится объяснять, что вы учитесь торговать правильно. И покупатель к вам пойдет. Вот это разница, почему у кого-то покупают, а мимо кого-то проходят просто стороной, либо мимо. Но ваши усилия-то напрасно, не напрасно. С годами что-то меняется. Вот эти увещевания-то они... Вылеваются больше появляются. Выливаются, да. В соблюдение норм. Естественно. Вы можете сами заметить, что у нас и ярмарки наши преобразились. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. В едином стиле. Мы уже там требуем передники, чтобы закрыть это оборудование. Чтобы не видеть, что там непосредственно на этой площадке происходит. Это сразу уже изменило вид самой ярмарки. И именно некую вывеску внутри палаточки. Потому что у нас городская ярмарка. Спереди палаточки все это в едином стиле. Ну, так позвольте еще спросить, да, вот по тем, по той же продаже мороженого. Администрация обеспечивает тоже подключение электричества или это должен сам предприниматель озаботиться? Сам предприниматель. Сам предприниматель. Руки помыть. Или это уже из другой темы. Это уже стационарная торговля. Руки помыть. Руки помыть-то все равно всем надо. В самом начале я сказал, что это ограниченный ассортимент продажи продукции. Дело в том, что вот это сезонная уличная торговля. Продукты питания должны быть в упаковке. В обязательной упаковке. Именно речь идет о том, что у продавца нет возможности санитарной руки сделать чистыми. Поэтому все должно быть в упаковке, как мороженое, как квас, мы с вами говорили, безалкогольные напитки. И еще раз, именно должны стоять специальные баки, если это квас для приемки разовой посуды. Например, в излив он идет. По мороженому там упаковочку обычно сразу это ликвидируют. Да, то есть должно быть место, куда это. Это у нас требование, опять же, уборка своей прилегающей территории и мусорные баки. И баки для разовой посуды это требование, как раз правило торговли. Предприниматели это обязаны выполнять. Если покупателю не понравился товар, как в таких условиях предъявить претензию продавцу? Защита прав потребителей. То есть, во-первых, продавец обязан обменять. Что-то не устроило его. Ну, например, не знаю, стоит у него же тот же контейнер, морозильник с мороженым. Все мороженое растаяло. Покупатель открыл упаковку и все это выпало у него. Нарушение? Нарушение, если это растаяло и температура в холодильных, скажем так, в ларях, шкафах не выполняется. Он вправе запросить деньги, если тот будет сопротивляться. Вот чем и хороша, как я уже говорил, контролируемая, регулируемая торговля. То есть, мы всегда можем понять, и потребитель может потребовать через прав защиты потребителей вернуть деньги за некачественный товар, либо возместить этот товар. Когда мы не знаем, кто торгует и чем, это уже... А информацию, должна быть информация у этого продавца, куда обращаться в случае претензии возникновения? Должна. И покупатель вправе ее запросить? Ну, в наших правилах информация должна выйти еще раз на продукцию, его ИНН, все его документы, товаро-транспортные, накладные и безопасность продукции. Все данные по продавцу есть, куда обращаться, я думаю, это нетрудно выяснить. Сейчас уже практически не задают вопросы. У нас по защите прав потребителей есть и общественные организации, и государственные. Роспотребнадзор есть никуда не везет. И Роспотребнадзор в частности. И все-таки поподробнее, как контроль за этими торговыми местами осуществляется? С какой периодичностью? Кто выходит? Какие специалисты? Вашего управления? Или не входит это в вашу полномочию? Нет, в частности и специалисты отдела потребительского рынка. Но, как правило, это инспекторская служба данного территориального управления и органы полиции. Естественно, наши специалисты выходят по жалобам. Жалоба поступила, сразу мгновенно мы реагируем, начинаем разбираться. А какого рода жалобы бывают? Ну, к сожалению, обсчет, обвес. Обсчет, обвес. Все это присутствует до сих пор. Ну, а куда делось? Товары с просроченным сроком годности тоже как бы бывают. Я сразу вам хочу сказать, что есть предприниматели, в которых мы уверены, которые этим просто не занимаются. А если вновь люди все равно пытаются за какой-то долей прибыли здесь, и опять же это все, скажем так, в антирекламу на них работает, если что-то не так. То есть вы считаете, что в интересах предпринимателей все-таки вести добросовестную торговлю, чтобы покупатель шел именно к ним? Абсолютно так. Абсолютно правильно. Хорошо. Все-таки вопрос ты упомянул уже в начале. Вот наши бабушки-то с ящичками. Они ведь каждый год появляются. Ну, давайте. До того, как мы поговорим о наших пенсионерах-садоводах, все-таки давайте про ярмарки. Следующая категория — это ярмарки. У нас есть пять постоянно действующих периодичных ярмарок в городе Кирове. У нас есть ярмарки выходного дня. Их в этом году будет 38-13 на театральной площади и 25 в районах города. Во всех районах города каждую субботу у нас проходит ярмарка. Это у филармонии, помимо театральной площади. Это поселок Радужный. Там, кстати, очень востребована ярмарка. Он оторван у нас, Радужный, от всех крупных, скажем так, наших площадок торговых. И Сурикова и Калинина. Также у нас работают ярмарки в наших дворцах культуры. Это родина, семья ОДНТ. И здесь, во-первых, мы садоводов приглашаем на наши ярмарки. А также у нас работает наш центральный рынок. И там у нас есть льготные цены. Центральный рынок, филиал его Октябрьский. Как павильоны, которые являются розничным рынком. Там стоимость у нас, по-моему, 300 рублей в день. Извиняюсь, 100 рублей в день в самом павильоне. А это где? С какой стороны? Центральный рынок. Смотрите, для понимания. Розничный рынок, по закону о розничных рынках, он должен находиться в капитальном помещении. Если мы говорим о нашей торговой площадке, которая находится в квадрате милицейской, пролетарской, Володарской и Свободы, то есть наш сам продуктовый капитальный объект, это розничный рынок. Все, что находится на улице, это ярмарк. Поэтому в самом продуктовом павильоне стоимость 100 рублей. Видите, центральный рынок и филиал его Октябрьский, это муниципально-мунитарное предприятие, основной видом деятельности предоставление торговых мест. Он не может бесплатно предоставить место. Поэтому 100 рублей это минимальная цена. Ведь там же все коммуникации и условия. А на ярмарке от 10 копеек стоимость у нас есть на улице. Пожалуйста. От 10 копеек? Да. То есть здесь у нас такая условная социальная цена, потому что бесплатно нельзя. И также на филиале Октябрьском есть павильон розничного рынка. и ярмарка. Вот эти два наших муниципальных предприятия, которые предлагают. Также у нас есть ярмарки «Сытный двор». Это на Екатерины Кочкиной 3. И там, по-моему, до 100 человек у нас садоводов. Там уже бесплатно. Это частный бизнес. И он вправе предоставить бесплатно. Сами знаете, что там... Я думаю, человек 100 там торгового ряды сделаны. Бесплатно для садоводов. И также «Сытный двор» Новоровского 57-59. Там поменьше. Там порядка 10 мест. Но все равно бесплатно для садоводов. И с руководцами я говорил, пожалуйста, если будут обращаться, мы готовы предоставить для садоводов свободные места. Вот вопрос интересный. Если на ярмарке на Центральном рынке 10 копеек места стоит, что ж они все на улице тачат, высаживаются? Ближе? Да. Неудобно туда добираться? К сожалению, все очень просто. Где есть опять проходное место вдоль милицейской. И сначала жители соседних домов. И это некрасиво нам жалуются. Невозможно пройти. Ну, с полицией, инспекторская служба Первомайского района. Но это каждое лето у нас бывает. Говорят, мы просим садоводов, пожалуйста, по условной цене пересесть на рынок, на территорию. Говорят, не ходят. Через 40 минут, когда один предприниматель... Ну, постоянно же невозможно там... Контролировать, да. Один предприниматель перебежал. И опять все ручейком перетекли опять вдоль улицы милицейской. Проходное место. Сам неоднократно общался. Я здесь сижу 2 часа. Продала свои огурцы. Вы меня посадили там жарко. Либо в сам павильон. Там душно нам летом. И моя коллега продала. А я вот тут что-то сижу не могу. Вот в этом вся проблема. В общем, чисто такие бытовые причины. Да. Экономические причины. Жарко. Почему жарко? Жарко. Продала, не продала. Экономика уже. То есть надо быстрее продавать. Понятно все. А для закона-то это что? Это все-таки незаконная предпринимательская деятельность? Или что это такое? У нас по 55-му постановлению Российской Федерации торговля на улице города запрещена. То есть я сейчас вам рассказываю то, что муниципалитетам какие виды торговли мы разрешаем. То есть они опять же должны быть урегулированы, контролируемы. Ну, во-первых, для того, чтобы мы не отравили никого из жителей. Ну, продолжим про садоводов. Или все-таки давайте на минутку прервемся. Минутку, да, реклама у нас. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Так, продолжаем нашу беседу с Александром Сидельниковым, начальником управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова. Ломаем мы голову, как тут? Да мы, собственно, не ломаем, просто констатируем тот факт, что каждый год эта проблема встает. Вот по поводу наших садоводов, да, говорят, что вроде надо так-то-то. А они вот по-прежнему выходят на свои облюбованные местечки и продолжают свою торговлю, как ни в чем не бывало. Давайте продолжим, да, что в этом направлении вы еще предпринимаете. Ну, могу сказать, как из положительного. Например, на Овецком районе Геннадий Иванович создал порядка пяти мест для продажи садоводов. И когда мы с ним общались, он говорит, что не сразу и порядок был. Ну, вы знаете, здесь... Пять мест, в смысле пять точек, да? Пять разных мест. Да, это на улице Апарина, в районе дома 7, улица Советская, в районе дома 15, Советская дом 85, микрорайон Радужный, проспект строителей между домами 2 и 4. Вот это площадки, которые уже у нас будут, по-моему, третий год функционировать, и муниципалитет за свой счет прибирает. Здесь существует другая проблема. Мы понимаем, когда это наши пенсионеры и садоводы, и когда, скажу простым словом, перекупы. Так вот, территориальное управление четко отслеживает, чтобы там не было перекупов. Для них существуют торговые места. Будь добр, плати за место и торгуй. Я даже сам вот... Ну, вы знаете, все наши эти места. Это труда и Карла Маркса. Да, Карла Маркса. Подошел в прошлом году, стоит 10 ящиков клубники отборной. Я говорю, мужчина... Неужто на вятке, да, у нас выросло это все? Да, это в каком саду вы... Он говорит, нет, это питомник где-то из-под вятских полян. Я говорю, а почему ты здесь? Я быстрее продам. Поэтому инспекторская служба, даже мы уже не трогаем, скажем так, наших садоводов. Ведь есть проблема и у крупных магазинов. Вот, и даже я больше говорю, что ведь есть такое понятие саморегулируемой организации. Я садоводам предлагаю, что вы, пожалуйста, сами уберите всех перекупов. Ну, тогда мы же понимаем, что все это естественно, у вас излишки продукции. Мы этим заниматься не будем. К сожалению, приходится иногда всех очищать, потому что... То есть у вас нет сил, времени, чтобы разбираться там? С одной стороны, разбираемся. И вот с труда и Карла Маркса мы неделю... Вот уже когда... Там же сезонность все, понимаете? Там неделю-две ягоды идут, потом обурцы, еще что-то, да, помидоры. И специалисты у нас отдела потребительского рынка с инспекторами. Мы из полиции, что важно, вот. Мы требовали всех людей, если он не предоставил нам карточку садовода, да, вообще-то и продукцию видно. Конечно, видно. У нас абрикосы плохо растут, условно говоря, да? Ну и еще есть площадка на Комсомольской 41, это в районе магазина «Автобан», это Ленинский район, предложил. Я видел там двух пенсионеров неделю назад. Это площадка как вот альтернатива той ярмарке, да, помните, да, эту историю? Да. Ну, опять же, не такое проходное место, но тем не менее, там сколочены торговые столы и предлагаем так. Поэтому вот, в принципе, пока что сделано для наших садоводов, потому что уже наступает сезон. Сезон наступает, они уже сидят, они уже сидят, они уже торгуют. Правда, пока еще зимними запасами, но скоро ведь все изменится. А, кстати, вот сейчас инспектирование происходит этих стихийных мест, да? Да. Есть уже, не знаю, какие-то материалы, то есть наказание, кого-то наказываете? Или так полиции больше все-таки вопросы? Нет, здесь опять совместная работа инспекторской службы территориального управления и полиции. Полиция нужна для чего? Ну, нам нужно идентифицировать личность, кого наказывать. То есть должен быть паспорт, инспектор не имеет права это потребовать. Поэтому мы устанавливаем личность, вызываем на комиссию и до пяти тысяч штраф за незаконную торговлю. До пяти? Ну, к сожалению, здесь Роспотребнадзор нам не всегда помогает, потому что он должен установить субъекта предпринимательской деятельности, ИП, либо ООО. Если такового нет, вроде бы некого и наказывать. То есть эта работа тоже по некому плану ведется? Или вы просто реагируете, ага, вот много народу вышло торговать, надо идти проверять? Или все-таки график существует? Есть график, инспекторские рейды, но и, естественно, работа по жалобам. Жильцы сигнализируют. Александр Алексеевич, давайте все-таки немножко к ярмаркам вернемся. С той точки зрения, мы начали с того, что у нас опросы. Люди говорят, редко покупаю ярмарки или вообще не покупаю. Николай, прошу прощения. У нас остается, кстати, не так много времени до конца. Мы слушаем вас. А, у нас телефон уже был в суде. Добрый день. Я уже думаю, что случилось. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Надежда. Надежда, очень мало времени у вас вопрос? Ярмарка УЖД вокзала. Она совершенно там никому не нужна. Там никто ничего не покупает и никто там ничего не продает. Ну, один человек, если усядется за день, а вот эту ярмарку, которую ликвидировали, там теперь машины ведь не стоят, эти парковочные места пустые. Вот для чего это ее убрали? Надежда, все понятно. Она пользовалась... Надежда, ясно, ясно, ясно. Ну, вот мы подняли эту тему, но как-то уже, наверное, сложно сейчас глядеть назад, поднимать вопрос, вернется ли туда ярмарка. Уже говорить об этом поздно. Все-таки, да? Говорить поздно. Это решение Думы и вопрос об организации автостоянки. У меня есть еще письмо 2010 года, когда предупреждали руководство этой ярмарки, что здесь будет автостоянка. И проблема вся была, когда будут деньги в бюджете, деньги появились. Поэтому процесс, ну, могу сказать, что противоречивые ярмарки на Комсомольской. Ну, мы знаем, это уже несколько лет. Не пойдем сюда. Не пойдем, давайте все-таки. Там пять предпринимателей на центральный рынок ушло, их там долго учили, как нужно правильно без обсчета и без обвеса работать. Ну, вот давайте дальше не будем говорить. Хорошо, не будем в этом встроить. Не так ярмарки, да? Просто мы... Да, да, да. Вопрос по ярмаркам такой возник, что вот как вот люди говорят там то-то, то-то. Есть какие-то вот мысли, не знаю, там у нашего управления развития предпринимательства? Что, может быть, надо сделать? Что, может быть, надо изменить с этими ярмарками? Что такое сделать, чтобы люди активнее туда пошли? Чтобы торговля была как-то, не знаю, веселей, радостней, праздничней, как-то активней? Ну, кроме увесок. Ну, мы знаем, прямо скажем, что мы знаем, что у вас некие соображения есть на сище. Так и должны быть в любом случае, да. Во-первых, давайте мы начнем с экономической стороны. Мы каждый год с 2008 года анализируем объем проданной продукции. Ведь все понимаем, что если будут продавцы продавать, они будут расширять свой ассортимент. То есть будут ходить покупатели, будут продавцы. Все очень взаимосвязано. К сожалению, прослеживается, может, современная экономическая ситуация, что продажи на ярмарках выходного дня, мы их отслеживаем, к сожалению, снижаются. Во-первых. Во-вторых, мы считаем, что ярмарка, это должен, давайте вспомним, там, Русь, это ярмарка, это праздник, это гуляние. И в первую очередь, это какие-то гуляния праздничные. И здесь всегда торговля поддерживает и подхватывает, но никак не наоборот, что торговля это самое главное, тишина на площади, там, что-то, и вроде бы... Ну, это уж как бы магазин получается, не совсем ярмарка, да. Ну, да. То есть все-таки мы считаем именно за некими комплексными мероприятиями, когда это праздник, это народные гуляния, какие-то тематические. У нас есть ярмарки пчеловодов, к сожалению, вот сейчас производители хлебопродукции, здесь тоже кризис в этой отрасли происходит, были хлебные ярмарки. Вот сейчас, 29-го числа у нас будет ярмарка, у нас сейчас проходит некий городской эко-марафон, это ряд мероприятий, был и круглый стол, а проблематики. Да, потому что... Александр Алексеевич, простите, перебью, у нас времени просто немного остается. Речь, то есть, идет о том, по большому счету, чтобы ярмарка была тематической, что ли, или... Нет, чтобы ярмарка была комплексным мероприятием, чтобы она... Чтобы культурные мероприятия шли вперед, а торговля как бы их сопутствовала. Да, с одной стороны, можно и тематические, чтобы именно... Вот экология, это же тематическая получается, тематическая. Да, людям интересен какой-то аспект, они пришли бы в первую очередь на содержательную, развлекательную программу и еще что-то купили. Тем более, когда с семьей приходишь, детишки же умеют очень так, это из родителей вытаскивать покупки-то очень легко. Там знают место, которое подергать. Это анкета площадки, может, мастер-классы для детей, всегда это интересно, идет, скажем так, на ура. Но у нас в городской администрации есть соответствующее ведомство, которое занимается этими мероприятиями. То есть, мы так понимаем, вы в эту сторону, да? Чтобы управление культурой как-то... Да, чтобы мы совместно с культурой проводили эти мероприятия. Именно сначала культурные, развлекательные, шумные. И здесь торговля всегда, скажем так, подхватит, а не наоборот. В голову ставить ярмарку. В голову ставить праздники, я правильно понял, чтобы был праздник. А торговля, она на праздники всегда активнее идет. То есть, переговоры-то какие-то были уже? Нет, переговоры. Не только переговоры. У нас есть масса мероприятий. Вот у нас будет и созвездие ремесел. Это уже в мае, как я раньше называю, ПТУ раньше. Вот эти колледжи, они все свои изделия. И, во-первых, заработают, смогут продать их на площади. Это будет, я поясню, театральная площадь 27 мая. Да, да, да. 27 мая. С 9 часов. Да. То есть, вот они, тематические ярмарки. Естественно, без музыки здесь. Без праздника как. Вы сказали, что уменьшается, да, количество реализованных с ярмарок товаров? Да. А с чем это связывается? Проводили анализ? Ну, во-первых, мы считаем, наши розничные продуктовые сети не спят. Ведь что по нашему анализу востребовано на ярмарках? Это натуральная продукция, продукция наших местных производителей. В основном это мясная продукция, колбасная продукция, уже вы сами понимаете. Мы ведь знаем, что в федеральной сети, когда зашли, не очень с радостью брали продукцию наших производителей. Сейчас везде, даже в метро, ассортимент наших местных перерабатывающих предприятий очень велик. Поэтому это один из аспектов. Один из аспектов. То есть предложение очень велико, очень широко, и поэтому народ, ну, человек задается вопросом, зачем я, наверное, пойду. Значит, на самом деле может быть праздник спасет ярмарков. У меня в моем доме находится магазин, куда я схожу и так далее. Ну, а все-таки со стороны предпринимателей интерес к ярмаркам он каков? Интерес к ярмаркам... Поучаствовать у конкретных производителей. Ну, он, опять же, видоизменяется. Допустим, если предприниматель понимает, что у него нет реализации продукции, он, естественно, уже не выезжает. То есть другой вид продукции. Там вот с Яранска, по-моему, с индюшатиной заявляются. Саму Тнинска у нас рыбку везут свежую. Страусов не везут еще пока? Страусов пока нет. Вот, поэтому могу сказать, что вот именно фермерские натуральные продукты, они будут востребованы всегда. Там, на Рублевке, там, по-моему, уже есть сколько-то специализированных крестьянско-фермерских хозяйств с натуральной продукцией, которые работают на свой сегмент. Они там уже... И уже твердо можно сказать, что они всегда будут востребованы, да? Ну, еще раз давайте повторим. Ближайшая суббота, театральная площадь, эко-ярмарка, так можно назвать, да, будет? Спасибо, Александр Сидельников, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации нашего города. Истекло время первого часа мужского понедельника. Как быстро прошло. Да, очень быстро и интересно. Спасибо. Скоро вернемся с Николаем.